Техническое описание кода неисправности OBD2, корреляция датчика атмосферного давления А, Б. Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, в число затронутых транспортных средств могут входить, помимо прочего, Chevy, Mazda, Volvo, Acura, Honda, BMW, Jesu, Mercedes-Benz, Cadillac, Hyundai, Saeb, Ford, GMS и т.д. Несмотря на то, что в общем, точные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марка, модели и конфигурация трансмиссии, большинство ESM-модулей управления двигателем, полагаются на различное количество измерений, чтобы точно обеспечить двигателю оптимальное соотношение воздуха и топлива. Оптимальное соотношение воздух-топлива называется стихиометрической смесью, состоящей из 14,7 частей воздуха на одну часть топлива, вот некоторые из значений, которые контролирует ESM, чтобы поддерживать топливную смесь как можно более стихиометрической, но не ограничиваются ими, поток воздуха, температура охлаждающей жидкости, частота вращения двигателя, нагрузка, температура воздуха и т.д. Некоторые системы управления двигателем в большей степени полагаются на потребление и атмосферный воздух, давление для оптимизации смеси, не говоря уже о том, что эти системы используют меньшее количество датчиков для достижения аналогичных результатов, поскольку в любом случае это касается управления, эффективности использования топлива, обычно датчики BAP, барометрического давления воздуха используются, когда также присутствуют датчики MAP абсолютного давления в коллекторе, BAT используются для измерения Атмосферного давления, это значение является неотъемлемой частью определения топливных смесей, поскольку ESM должен сравнивать атмосферное давление с давлением во впускном коллекторе, чтобы точно отрегулировать топливную смесь в соответствии с потребностями оператора при вождении Высота является важным фактором, который необходимо учитывать при диагностике BAT, в зависимости от вашего местоположения, ваши симптомы могут активно ухудшаться или улучшаться, особенно если вы часто добираетесь до горных районов Когда в описании кода ошибки OBD2 включается буква, в большинстве случаев речь идет о чем-то конкретном, например, о разных банках, датчиках, цепях, разъемах и так далее, в системе, в которой вы работаете, в этом случае, я бы сказал, это определить, с каким датчиком вы работаете Много раз будет несколько барометрических датчиков для обеспечения точных показаний, кроме того, корреляция между датчиками, чтобы помочь управлению топливом, не говоря уже о том, помогает найти неисправности в датчиках или цепях С учетом всего вышесказанного обратитесь к руководству по техническому обслуживанию за подробной информацией о спецификациях букв для вашего конкретного автомобиля R222F устанавливается контроллером ESUD, когда он обнаруживает отклонение в датчике барометрического давления, BAP, или его сигнала ХИКВОД, АИКВОД, ИИКВОД, БИКВОД, в цепи АХ, датчик барометрического давления, какова серьезность этого кода неисправности Тяжесть здесь будет умеренно высокой, читая это, необходимо соблюдать определенную срочность, чтобы поддерживать эффективную работу двигателя, каждый раз, когда неисправность может напрямую влиять на очень важные значения, такие как соотношение воздух-топлива, и активно присутствует Симптомами кода неисправности P222F могут быть, недостаточная мощность Производительность двигателя, или ограниченные, пропуск двигателя, ненормальный шум, и, двигателя, запах топлива, снижение расхода топлива, снижение чувствительности дроссельной заслонки, каковы некоторые из распространенных причин, кода Причинами этого кода P222F могут быть, неисправный или поврежденный датчик BAP, атмосферное давление воздуха, неисправный или поврежденный электрический разъем, неисправность проводки, например, обрыв, короткое замыкание, коррозия, короткое замыкание, внутреннее или механическое, показания проблемы ESM, модуль управления двигателем, какие шаги по устранению неполадок П222F Основной шаг номер 2 Датчика вы можете повредить электрические пики, если забудете этот шаг тем не менее, если вы чувствуете себя здесь некомфортно или у вас ограниченные фундаментальные знания в области электротехники, я бы порекомендовал вам буксировать, водить автомобиль на ремонтном предприятии Основной шаг номер 3 Что-нибудь мешает сенсору? Это может вызвать ложные показания атмосферного давления, точные показания являются неотъемлемой частью оптимальной работы двигателя в этих системах управления топливом Основной шаг номер 4 Использование мультиметра и вооружения требуемыми электрическими параметрами для датчика атмосферного давления воздуха, вам нужно будет отсоединить разъем от самого датчика, чтобы получить доступ к контактам Как только вы увидите контакты, следуйте инструкциям производителя по диагностике с желаемыми значениями и сравните, все, что находится за пределами указанного диапазона, будет указывать на неисправный датчик, замените его, следуя соответствующим процедурам повторного использования